К поручению президента страны премьер-министр Бахаджан Сагентаев побывал с рабочей поездкой в Алматинской области, где ознакомился с ходом реализации задач, поставленных главой государства в послании «Третья модернизация Казахстана. Глобальная конкурентоспособность» и программной статье «Болашака Бахдар. Рухани Жангрум». В ходе рабочей поездки глава правительства посетил сельскохозяйственные и индустриальные предприятия, инфраструктурные и социальные объекты, ознакомился с ходом реализации государственных программ, а также провел встречу с общественностью и предпринимателями региона. Подробности в материале Адильхана Сахари. На встрече с общественностью региона глава правительства отметил, что успех «Третьей модернизации» зависит не только и не столько от материально-технических ресурсов, сколько от человеческого капитала. Поэтому необходимо уделить особое внимание обучению и переобучению специалистов и созданию новых рабочих мест. В ближайшем будущем в регионе появятся десятки новых предприятий, и местным властям нужно уже сейчас готовить кадры для этих производств. В ходе встречи с бизнесменами премьер акцентировал внимание на том, что правительство и дальше будет работать над улучшением бизнес-климата, оказанием финансовой и законодательной поддержки предпринимателей. Бахджан Сагентаев ознакомился исходом посева сахарной свеклы и развитием агропромышленного комплекса области. Государство удешевляет семена, все пестициды, которые применяются на сахарной свекле. Цена в этом году обещали, что будет также в районе 17 тысяч тенге за каждую тонну. При урожайности 600 центнеров с гектара, практически с каждого гектара валовый доход составляет около миллиона тенге. Глава правительства также посетил газораспределительную станцию магистрального газопровода Алматы-Талдыкурган. На сегодня уровень газификации Алматинской области составляет чуть больше 32%. Через четыре года планируется охватить газоснабжением почти половину населения области. В ходе рабочей поездки Бахшан Сагантаев также побывал на новых объектах здравоохранения и образования и на индустриальной зоне Талдыкурган.